В эфире телеканала Деснатова. Новости в студии Ксения Ложкова. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. В Десногорске прошел баскетбольный матч в честь Дня защиты детей. Дети – это самое дорогое, что есть в тебе. Награждение творческих и спортивных подростков Десногорска. Лето начинается с добра. Маленьких жителей города поздравили с Днем защиты детей. Праздник детства, праздник света. Будем с вами отмечать. Первый межрегиональный турнир по рукопашному бою в Десногорске. В Десногорске открыли новый футбольный сезон. Я думаю, что мы должны хорошо выступить, будем к этому стараться, стремиться. Четверть населения планеты 1 июня отмечает международный праздник, посвященный детству. Первый день лета в Десногорске был богат на развлекательные и спортивные события для детей. Начало празднику было положено в 4-м микрорайоне, где прошел марафон планета баскетбола «Оранжевый атом 3х3». На взрослых лежит ответственная миссия – обеспечить защиту жизни и здоровье детей и подростков. На эффективное достижение этой цели направлены многие муниципальные программы города. Так, прошедший баскетбольный турнир был организован в рамках проекта регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» при участии концерна «Росэнергоатом». Люди, занимающиеся поддержкой детства, лично поздравили юных десногорцев с праздником. Дети – это самое дорогое, что есть в семье. Пусть вас всегда окружает внимание и забота, любовь и душевное тепло взрослых. Желаю вам всем крепкого здоровья, удачи и благополучия. «Покажите, как вы счастливы от лета, от каникул. Вот с таким замечательным настроением вы должны провести это лето. Будем надеяться, что оно будет тепло, вас радовать, вы наберетесь много энергии, положительных эмоций и зарядитесь на следующий учебный год». На открытии турнира присутствовал почётный гость. Человек, чья деятельность развивает баскетбол и с раннего возраста прививает детям любовь к спорту – Сергей Фомин, генеральный директор Центра современных спортивных технологий концерна «Росэнергоатом». «Нам нужно здоровое поколение и концерн «Росэнергоатом», и наша атомная станция. Мы будем всё делать для этого в Десногорске, чтобы были места для занятий, чтобы был инвентарь. И ждём вас на наших спортивных объектах. Всех с праздником!» В марафоне приняли участие команды юношей и девушек в возрасте от 12 до 17 лет. За право победителей десногорским баскетболистам пришлось бороться с командами из Смоленска и Рославля. Несмотря на конкурентную борьбу, командам Десногорска удалось стать первыми почти во всех возрастных категориях. Для полного триумфа не хватило одной победы. Золото в номинации «Девушки 2008 года рождения» и «Младше» увезла с собой команда из Рославля. Ксения Ложкова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ Какой праздник без подарков! На площади у реабилитационного, оздоровительного и досугового центра поздравили выпускников сектора культурно-досуговой и спортивной работы профсоюза Смоленской атомной электростанции. Свидетельство об окончании художественных мастерских получили 8 человек – юношей и девушек, отправляющихся в мир большого творчества. Документ об окончании учёбы выпускники получили из рук заведующей сектора культурно-досуговой и спортивной работы профсоюзной организации Елены Клычёвой и заместителя директора Смоленской атомной электростанции Анатолия Терлецкого. Надеюсь, что и в дальнейшем вы будете принимать участие, когда сможете, по крайней мере, в наших хороших мероприятиях дарить свой профессионализм всем жителям нашего города. В торжественной обстановке также были награждены победители открытого первенства Смоленской атомной электростанции по волейболу среди учащихся школ города. В соревновании приняли участие пять команд, в том числе представители Чижовской средней школы. Лидерами соревнований стала волейбольная команда второй школы. Ксения Ложкова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ День защиты детей – не только праздник веселья. Он также служит напоминанием взрослым об их ответственности. Ведь дети, как никто другой, нуждаются в заботе, любви и защите. Поздравления в адрес самых уязвимых жителей Десногорска стали поступать уже накануне большого праздника. 31 мая на площадке у Детского дома творчества развернулось сказочное представление с совместными играми, песнями и конкурсами для детей с ограниченными возможностями здоровья. Цель мероприятия – дать возможность детям с особенностями почувствовать себя значимой частью дружного коллектива. К сожалению, не каждый взрослый понимает, что это ребенку нужно. Общение не только друг с другом, а даже и с другими детьми – это самое главное. И самое главное, мы обратили внимание, что с нашими детьми были и дети, как мы называем, веселые. А это для наших детей главное. Чтобы как раз вот эта забота, вы же обратите внимание, когда дети больные и здоровые, они же не обращают внимания, друг другу помогают, они стараются. И вот это самое главное. Дети с ограниченными возможностями здоровья, так же, как и все дети земли, хотят заниматься интересными делами, творить и узнавать что-то новое. Отдел соцзащиты совместно с Десногорским обществом инвалидов организует активную программу для таких детей ежегодно. А в конце каждого мероприятия – обязательный подарок каждому посетившему праздник. Ксения Ложкова, Виталий Волков, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна-ТВ. Два года вынужденного перерыва и громкое возвращение. 28 мая в спортивной школе города прошли открытые соревнования по рукопашному бою. Спортивный праздник отметили новым чемпионатом с расширенной географией участников. В первом межрегиональном турнире на ковре сошли спортсмены из Смоленской и Брянской областей. Встреча гостей прошла в торжественной обстановке, ведь серию боёв посвятили 76-й годовщине Великой Победы. Чемпионат прошёл в рамках Смоленской региональной федерации при содействии Смоленской атомной электростанции. Вот сегодня мы и покажем, как мы продолжаем традиции наших отцов и дедов. И докажем, что мы можем постоять трудную минуту и отстоять нашу Родину, защитить наших родных, близких. Гостями соревнований стали депутат Смоленской областной думы Ольга Калистратова. В составе судейской комиссии судья всероссийской категории Виктор Клишин. Он вручил заслуженным тренером и гостям соревнований благодарственные письма за развитие физической культуры и спорта в регионе. А также отметил дальнейшие перспективы спортивного направления. На самом деле, Смоленская земля всегда славилась хорошими бойцами и своими чемпионами. Поэтому очень приятно, что эта школа возрождается. И я думаю, не так много пройдёт времени, и смоленские спортсмены вновь засияют на спортивном олимпе. Турнир проходил в разных весовых группах и возрастных категориях. Всего больше 40 участников – юношей и девушек до 16 лет. По итогам проведённых боёв участники поднялись на пьедестал для награждения. В числе призёров – состоявшиеся спортсмены и те, кто только начал заниматься рукопашным боем. Участвую в соревнованиях в первый раз. Это моя первая победа. Я очень рада и буду стараться ради первого места. Нельзя останавливаться на втором. Межрегиональные турниры по рукопашному бою планируются вести в ежегодную спортивную практику. Организаторы надеются, что в будущем эпидемиологическая обстановка позволит вывести число участников за пределы двух регионов. Ксения Ложкова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ. В субботу, 29 мая, на стадионе «Атомтранс» состоялся матч первого тура в рамках чемпионата Смоленской области по футболу между Десногорской командой «Автомобилист» и футбольным клубом «Рослав». На протяжении всего матча десногорцы показывали свое преимущество в игре, несмотря на несколько опасных атак со стороны соперника. Финальный свисток зафиксировал итоговый счет 4-0. Убедительная победа в первом домашнем матче оставила довольными и зрителей, и игроков, и тренера клуба «Автомобилист» Александра Островко. После игры он не скрывал положительных эмоций от успешного старта в чемпионате. По его мнению, эта победа – прекрасный фундамент для дальнейших свершений в этом сезоне. Я думаю, что мы должны хорошо выступить, мы будем к этому стараться, стремиться. Хотим очень побороться за медали. В следующем туре десногорские футболисты отправятся в село Печерск. Там они сыграют с одноименной командой, которая в своем первом матче на турнире также одержала разгромную победу. В гостях со счетом 5-1 они переиграли смоленский клуб «Каме-СК». А мы продолжим следить за турнирной судьбой команды из Десногорска. Виталий Волков, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна-ТВ. В конце выпуска о погоде. 3 июня в Десногорске ожидается переменная облачность. Днем температура до плюс 17, ночью до плюс 11. На сегодня выпуск завершен. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин